всем здравствуйте это интернет-магазин ekotech.ru меня зовут владимир а в этом видео мы поговорим второй раз про беспроводное зарядное устройство hoco cw6 в прошлом обзоре я показывал данное зарядное устройство рассказывал с каким током он заряжается зачем оно нужно мы проводили тест на то как количество визиточек можно положить сверху ссылочка на ролик будет под данным видео и собственно проверяли как у нас зарядка идет с помощью тестера и с помощью чехла то есть пытались выяснить будут ли какие-то там помехи у нас либо будет ли телефон заряжаться у нас более медленно если мы будем использовать чехол сейчас я хотел бы в этом видео поделиться опытом небольшим конечно эксплуатации данного зарядного устройства в течение недели в интернете в целом на ю тубе в частности достаточно много обзоров вот этой зарядки но это обзоры по типу распаковка то есть просто открыли коробочку посмотрели комплект что внутри как это все выглядит как заряжается но нету обзоров в которых бы автор рассказывали про некий опыт вот использования уже таких зарядных устройств то есть в динамике в какой-то как это все происходит сейчас видео я вам собственно это все расскажу значит данное беспроводное зарядное устройство компании hokot cw6 напомню очень маленькая и достаточно тонкая там порядка 6 миллиметров снизу у нас имеется прорезиненное кольцо которое не дает нам вот этой зарядки ездить по столу то есть она достаточно надежно зафиксирована и и соответственно сдвинуть отсюда у нас никак не получается зарядное устройство у нас работает по кабелю micro usb здесь у нас небольшой портик такой есть сейчас я подключу для теста кабель micro usb положим зарядное устройство и еще раз к нему смартфон сверху значит сейчас зарядка пойдет не идет на зарядка чему не идет зарядка да кабель у нас был не плотно подключен поэтому собственно вот у нас зарядка не происходило до этого на самом деле я пользовался штатным кабелем которая с этой зарядкой идет это хоковский оригинальный кабель по нему нормально все в принципе никаких нареканий не было все корректно этот кабель он чуть-чуть видимо под расшатан под расшатан это наш офисный кабель мы на нем смартфоны различные тестированием ему уже несколько лет и он немножко уже видимо устал значит что касается самой зарядки зарядка супер удобная классная то есть ей действительно удобно эргономично пользоваться то есть вы пришли на работу либо домой положили смартфон и зарядка сразу пошла то есть никаких там вот искать кабель что-то подключать как бы нету такой необходимости значит это касательно плюсов плюс один и он огромен то есть нету вот этого лишнего действия когда вы нашли кабель кабель воткнули в смартфон и смартфон собственно вас начал заряжаться в том с кабеля надо снять будет второй плюс это скорость зарядки то есть смартфон заряжается ровно столько сколько он бы заряжался используя вы обычный оригинальный кабель теперь что касательно минусов минус вот у этой зарядки он вытекает собственно из плюса зарядка она имеет некие ограниченные размеры и если смартфон вот мы положили ровно он заряжается но если мы его так вот сдвинем чуть-чуть в сторону у нас индикация зарядки работает то есть катушка передает напряжение на смартфон но фактически у нас зарядка идет неполным током то есть может там пол амперы идти или 1 ампер там в некоторых случаях скакать просто будет поэтому если вы пользуетесь зарядкой в помещениях с хорошей освещенностью там дома где-то под лампой там под люстрой в офисе например вы всегда смартфон кладете ровно и зарядка идет хорошо но если вы используете его где-то в затемненном месте например дома там спальне перед тем как ложиться спать вы кладете смартфон на зарядку то соответственно вы можете положить его чуть-чуть криво и смартфон будет вот я еще со сдвигом положил чуть-чуть вот в принципе зарядка идет вот сейчас пропала вот сейчас у зарядки нету например поэтому его надо позиционировать его это смартфон по зарядке ну приблизительно посередине мне стало интересно почему вообще так происходит почему на айфоне вот это в частности xr здесь катушка достаточно большая на почти всю площадь занимает здесь кругляш такой под крышкой под стеклянный по идее вот эта катушка она большая то есть должно по идее работать вообще по всей площади но оказалось что в этой зарядке сама катушка которая передает как бы напряжение она не очень большого размера зарядка здесь на клипсах на специальных сделано ее теоретически можно аккуратно открыть сейчас попробуем это сделать зарядка подделась у нас открылась значит что мы видим значит у нас здесь крышечка на которой у нас собственно лежит смартфон из пластика сделан это рефлектор который рассеивает у нас